С 1 сентября этого года ученикам запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Кроме того, нельзя будет использовать и умные часы, которые могут выполнять те же функции, что и мобильник. Нововведения коснутся и учебного плана. Привычный ребятам урок ОБЖ сменит предмет основы безопасности и защита Родины. Школьники будут изучать дисциплину с 5 по 11 класс. Кстати, помимо теории будет и практика. Ученики пройдут тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку. А вот для российских водителей с начала этого месяца изменится обязательный состав автомобильной аптечки. Кровоостанавливающий жгут, бинт, ликопластырь, спасательное одеяло, ножницы для перевязок и пару хирургических. Помимо этого в аптечку добавили медицинские маски, маску для сердечно-легочной реанимации и две пары перчаток. Все это должно быть. В обновленной аптечке обязана присутствовать инструкция по оказанию первой помощи, блокнот и маркер черного цвета. Сумки помощи, приобретенные ранее, можно использовать до сентября 2027 года. За отсутствие аптечки или истечение ее срока годности для водителей предусмотрен штраф. С этой осени туроператоров обяжут вносить данные о путевках в электронную систему. Таким образом, туристическое агентство должно передать информацию за 24 часа до начала поездки. Если договор был заключен меньше, чем за 30 дней до нее. И если этого не сделать, компанию могут исключить из единого реестра турагентов. Благодаря нововведению, туристы смогут онлайн проверить данные о своем путешествии. Стоимость судебных пошлин с начала сентября вырастет. Так, например, исковое заявление о расторжении брака подорожает до 5000 рублей. За подачу апелляции физлицам придется заплатить 3000 рублей. Ранее пошлина стоила 150 рублей. Самое значительное повышение коснется исков с высоким имущественным требованием. Стоимость подачи заявления о взыскании алиментов останется прежней – 150 рублей. А для ряда категорий россиян введут льготы. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком.